Для проведения экологического мониторинга Черного и Азовского морей Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно Бельгика. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Судно начнет свой путь из порта Зебрюги в Бельгии к новому дому, город Одесса. Ожидается, что судно прибудет в Украину в октябре 2021 года и получит новое имя. Судно Бельгика правительство Бельгии передало Украинскому научному центру экологии Моря Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Это должно позволить Украине восстановить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей, начиная уже с 2021 года. В дополнение, запланированы совместные украинско-бельгийские научные исследования как в Черном, так и Северном морях. На пути в Одессу, протяженность которого составит 8600 километров, ученые оценят наличие плавучего мусора. Отберут пробы морской воды и донных отложений для проведения скрининга на десятки тысяч веществ в загрязнителе и микропластику. А также выделят ДНК из окружающей среды, чтобы оценить биоразнообразие и анализ распространения генов устойчивости к антибиотикам у морских микроорганизмов. Научную программу под названием «Мониторинг трех европейских морей Северного, Средиземного и Черного» и трансфер судна организует и финансирует проект ЕС Европейский союз для усовершенствования экологического мониторинга Черного моря. При научной поддержке общего исследовательского центра ЕС и Украинского научного центра экологии моря. Судно построено в 1984 году и исследовало почти 1 миллион километров моря и провело более тысячи научных кампаний. Этот корабль, который является плавучей лабораторией, был флагманом бельгийской морской науки в течение 37 лет. Максимальный срок службы исследовательского судна эксперты Бельгии оценивают в 30 лет. В 2009 году в Бельгии началось рассмотрение вопроса по замене корабля на новый. Контракт на техническое обслуживание корабля Бельгика заканчивался в начале 2017 года. После окончания этого периода кажется маловероятным, что Бельгика продолжит плавание, учитывая ее возраст, расходы на техническое обслуживание и ремонт, заявил тогда бельгийский сенатор. В 2018 году было сообщено, что судно Бельгика стоит больших денег на обслуживание и долгое время не могло ходить в плавание из-за технических неисправностей. Новое исследовательское судно Бельгика-2 Бельгий будет стоить 54 миллиона евро. Украина была запрашивающей стороной на судно Бельгика. Мы выполнили с ним работы по ремонту и восстановлению. Это по-прежнему хороший корабль, но не на будущее, сказал бельгийский представитель на церемонии передачи корабля. Передача судна состоялась благодаря заключенному в июле 2021 года меморандума о взаимопонимании между Украиной и Бельгией в сфере охраны и воспроизводства вод и рационального использования водных ресурсов. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.